Добрый день. Ваше кажется, это фантастик «Черконовый шляху». В 2014 году оплата «Черконовый шлях» открыла фантастик «ЗОШ МОМ-12». Мы все воювали. Мы отстали 6 лет. Решение, что от Министерства Союза, принято на нашу пору. На данный момент школа закрыта. Когда закривали эту школу, нам обещали перевезение электричества на автобусах. Нам обещали обеспечить их прекрасными умовами навчания. Когда закривали маленькую школу, нам сказали, что в помещении этой школы электричество на автобусах будет гораздо лучше. На данный момент прошло 2 лет. Мы долго терпили, долго молчали. Мы надеялись, что там, на самом деле, начнут полицировать эти умовы навчания. Но это не происходит. Это происходит гораздо хуже. Во-первых, постоянный педикулез в школе. Но когда в школе, в каждой четвертой 5-й гривене педикулез, и когда вы не читаете, что вы хотите идти на нашей школе, то вы хотите. А куда дальше ствердаться? Вот с каждой проблемой, из которой мы возвращаемся к учительу, к директора, нам учитывая на автобусах. Вы почти забираете документы и квильцы. В классе не святые. Ремонты не сделали. Умытые детей навчаются в 1-м классе. Там 32 ученики. Там маленькая кімната. Темно. Без ремонти. Старые гороскветки. Девчонки в списке умов. Девчонки в кабинете и на мою салу. На мою салу не забезпечить детей. Перевез меня до школы, чем имеем автобусы. Так, автобус у нас есть. Но ведь маленький. Так как у нас в школе, у нас очень много детей, которые не помещаются в автобусе за стандартными умовами. Мы задаемся кучами. Нашим было бы приватным филиалом. Если вы не смогли запускать интервью для детей с новыми до школы. Сейчас есть новый рейс. Наши детей старших в 5-м классе будут отпускать. И решение было принято измельченным директором школы. Нас с нами не повернули ни по 8-му, ни по телефону, что наших детей завтрашнего дня не будут отпускать до школы. У нас есть автобуса. Когда дети вышли, сделали школьный автобус, его начали выхранять. Потом зашла на гос, начала кричать. Детелька детей вышло сразу. Детелька детей вышло сразу. Детелька детей вышло сразу. Один из них вытягивает за школьную кузочку. Один из них, девушка, осталась в автобусе. Когда они вышли, когда они вышли, когда они вышли на автобус, они вышли на автобус и выставили сюда пиво. Практически на середине. Они вышли на автобусе. Это нормальная поведенка директора, автобуса. Так, я понимаю, перекрута автобуса. Он вышел не сегодня, не вчера, не позавчера. И прекрасно знали, что будет снег, будет дождь, будет голый лед, что детей 260 лет учатся в школе. Половина здесь, червовые шляпки, которые надо как-то перевозить. Это большая половина. Помимо школьного автобуса, у нас существует два автобуса. Это маленький Богдан Вильмовый, который просто выкладывает, и там задавлен. Из которого их кондуктори также выпускают. С словами, что у вас есть школьный автобус. И также есть маленькая рука. Вы все равно знаете, сколько туда можно уйти людей. Туда едет, снова не может уйти. Тобто наши дети снова уходят в фишки. Это 1,5 километра. Дела швейную рюкзару. А еще не следили, что там не было все, что там не было. А вы все это покажете. В общем, было заявлено, что у нас было заявлено. Было свой у нас правительский навык человеком с ножером. Никого так и не знали. Они пошли. И всю самую дитину, на которую она бачила с ножем. Порвали курточку. Та пошли с собой. И она пошла пішки. Даже сегодня, даже сегодня, приехал в школьный автобус. В большинстве местах стояли 3 девушки из 5-го класса. И они просто не посадили в автобус. Они пошли пішки. Это, извините меня, это не плосцы 10-11 класса. Это девчата 5-го класса. Это достаточно маленькие дети. И парфетчики посадили. Когда мы начали требовать от директора от батьки на эмоции, директор нам сказали, что мы не готовы, мы не знали, что такое будет. Дети оттуда разобрались с нашими автобусами. И тут в интернете в одноклассниках всплываются прекрасные, чудовие фотографии, которые мы уже видели из Билтолтавы, где наши вчители из Билтолтавы, не заходите без свято. В автобусном зале наявить на ремонт якова с батьки вимагают гроши. Вы душуете. Вы душуете. Просто вы душуете. Когда у нас вимагают гроши на фонде школы, нам это не попросятся, нам поведомляют, что 15-го числа каждого месяца вы должны дать гроши. Нам это 30 гривен за 5-е. На фонд школы. Дети на фонд школы. Дети на фонд школы. НИКОГО НЕ СИПАКИ. ВИБАЧТЕ. Такое значит так. Мы должны за кошти пачки, за кошти бюджета у них ремонтовать авторизалы, провести ремонты. А наши четыре хватило себе устраивать гулянки, пьянки и выкладывать эти квоты в интернет и суромить. Зараз в каждой детьми из нашей школы есть фотографии на стороне. ВИБАЧТЕ. Дети на фотографиях на стороне на стороне ВИБАЧТЕ. 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 что такое в школе творится, если вы рассказывали детям, будь ласка, успокойтесь своих родственников, если они имели право, ваших родственников, брать приватную мастерство, приватную информацию. То есть у нас приватная информация, откуда она выкладывается в одноплатика. Дома я звоню с вашим комитетом по просьбе учетовым, и рассказываю, «О, старо, ты еще жив, и что ты в дворе, что ты вот тут навчаешься детям, и сидела там и учалась, ты брала информацию, но что, что они гуляют, но что, что они пьют?» А еще один момент самого классного приватного в школе, когда дитина запизняет, есть такое вихование. Кстати, в этой школе такое вихование, что с момента, когда я училась, когда дитина запизняется в эту школу, то в ней есть выбор, а она получает пять плавок по ту миссию, что сидит, а потом она, грубо говоря, чуть ранее, когда в школе. Как вам такое понравилось? Я просто говорю, что сегодня на этом месте, вы знаете, в Купической России, купцы пили чай с цукром, и головка с цукром, знаете, отбивали и пили, прикусывали. Такой же у нас сегодня у головы из Болтавы, сидит Чукурова, головка, очень напередная. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ